Здравствуйте, меня зовут Лилия. Поговорим о детских языковых лагерях в Испании. Обучение в лагерях в Испании для школьников это яркий микс из уроков и активного отдыха, который пойдет на пользу как умственному, так и физическому развитию ребенка. Традиционно первая половина дня в лагере посвящена изучению испанского, а после дети играют в теннис, плавают в бассейне, отдыхают на пляже. В зависимости от инфраструктуры лагеря. По вечерам студенты посвящают мастер-классы и творческие крышки, участвуют в конкурсах и викторинах, выстраивают тематические вечеринки и шоу-талантов. На базе языковых лагерей часто работают студии прикладного искусства, танцев, музыки. Во многих испанских языковых школах дети могут записаться на курс сламенко, а на занятиях музыкой разучить по руку. По выходным дети отправляются на выездные экскурсии по воспетам в романцах Сивили и Гренаде, Малаге и Марбели, Кардабе и Ронде посещают знаменитые королевские сады Валенсии и даже иногда успевают заехать в соседнюю Португалию. А уж чего стоит посещение испанского Диснейленда? Парка аттракционов Порт Авентура. Оно точно не оставит детей равнодушными. Словом, есть на что посмотреть в Испании юным ученикам. У каждого лагеря имеются свои отработанные направления, экскурсионных маршрут, которые во многом зависят от местоположения учебного заведения. Детские лагеря в Испании, как правило, работают под эгитой сетевых образовательных центров. Программы сетевиков отработаны на многих поколениях студентов, но, как правило, не отличаются от школы к школе. Несетевые учебные заведения редко могут похвастаться таким же опытом, зато у каждого из них разработана своя собственная, отличная от других школ учебная программа. Впрочем, организацией детских языковых лагерей в Испании занимаются не только лингвистические школы. Например, спортивный детский лагерь есть у знаменитого испанского футбольного клуба «Реал Мадрид». Детскую летнюю программу, созданную опять-таки совместно с «Реалом», предлагает сеть спортивных школ «Choices International». Такие курсы отлично подойдут для тех, кто ставит по главу угла спортивную подготовку ребенка. Испанские летние лагеря принимают студентов в возрасте от 5 до 18 лет. Занятия проходят в небольших группах, как правило, не более 15 человек. Курсы традиционно длятся две недели. Некоторые школы предлагают и недельные программы. Учеба в летних лагерях в Испании построена следующим образом. В первой половине дня дети занимаются испанским. 15-20 уроков в неделю, а оставшееся время посвящают спорту, творчеству, пляжному отдыху и экскурсию. Надо сказать, что внеклассная активность важна для изучения языка ничуть не меньше, чем уроки испанского. Общаясь со сверстниками, преподавателями и гидами в неформальной обстановке, дети тренируют полученные в классах знания и осваивают разговорную лексику, таким образом преодолевая языковой барьер. В испанских детских лагерях есть все необходимое для безопасного и комфортного пребывания студентам. Просторный светлый класс, библиотеки, комнаты отдыха, уютные кафетерии, где можно попробовать ледяной гаспачо и классическую испанскую паэлли. И, конечно, традиционные средиземноморские пати, чтобы в тени тропических деревьев расслабиться после урока. В распоряжении некоторых школ есть даже собственные кинозалы. Дети живут в принимающей семье или в студенческой резиденции вместе со своими сверстниками. При любом варианте размещение школы гарантирует полную безопасность учащихся. Резиденции охраняются 24 часа в сутки и на территории все время присутствуют воспитатели. Семьи, в которых останавливаются студенты, проходят самый серьезный отбор. Стоимость двухнедельного языкового курса в испанском детском лагере с учетом проживания и питания в полный пансион составит порядка 1500 евро. Школам в провинции обойдется несколько дешевле, чем курсы, скажем, в Мадриде или Барселоне. А вот лагерь со спортивным уклоном будет стоить даже больше, чем столичные курсы. Около 1500-2000 евро за две недели. Стоимость программ включены уроки испанского, учебные материалы, тестирование на знание языка по прибытии и сертификат об окончании курса. Проживание в резиденции или принимающей семье питание полный пансион. Культурно-развлекательная программа. Спортивные мероприятия. Дискотеки. Викторины. За экскурсии и трансфер из аэропорта и обратно может взиматься дополнительная плата. В подробнее языковых лагерях о получении образования за рубежом можно узнать у представителей международных школ и университетов на выставке «Обучение за рубежом» в Москве на Тишинке в октябре и марте каждого года. Ссылку на получение бесплатного электронного билета я даю внизу в описании к видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жмите на колокольчик. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!